Этим паровым котлам почти 40, но они по-прежнему работоспособные. Каждую зиму подают тепло в дома 8 тысяч сочинцев. Правда, в последнее время не совсем качественно. Старое теплообменное оборудование постоянно ломалось и приходилось останавливать работу всей котельной, чтобы начать ремонт. В этом году сбоев подачи горячей воды не будет, обещают специалисты. Для улучшения коэффициента полезного действия работы данного котла мы поставили на внутренний контур. Вот можете посмотреть, значит, оборудование, насосы, насосное оборудование современное. И, соответственно, пока сейчас теплообменный аппарат пластинчатый, пластинчатого типа. Работы по замене теплового оборудования котельной начались в прошлом году. Современные насосы, автоматика и прочие энергетические установки, в отличие от старых, будут работать без сбоев. Кроме того, они энергоэффективны. Затрат на электроэнергию предприятия будет меньше. Поэтому специалисты предприятия Сочи Теплоэнерго уже говорят о возможном снижении тарифов. Будем стараться снижать все-таки тариф и улучшать социальное состояние наших жителей. Что касается на котельную номер два, то работы на сегодняшний день практически на 99% завершены. Остались небольшие доработочки, которые будут закончены. Никак не повлияет это на отопительный период. То есть к 15 ноября, как планируем, если будет и раньше, то мы запустим котельную в штатном режиме. Подготовиться к отопительному сезону качественно и в срок такую задачу поставил глава города. Помимо замены старого оборудования и планового ремонта на котельных, по центральному району проведена модернизация всех теплосетей. Всего около 130 километров. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.